Будем вместе читать Евангелие от Матфея, 6 главу. Это Нагорная проповедь, где Иисус обращается ко всем и говорит очень важные слова. И мы просто вместе пройдем определенный отрывок и будем читать, и оттуда далеко не уйдем. Поэтому я надеюсь, что ты приготовил свои Библии, заметочки, где-то будешь что-то записывать. Евангелие от Матфея, 6 глава, 24 стих здесь будем читать. И я буду читать из нового русского перевода. Это не синодальный, если ты читаешь, откроешь, посмотришь, синодальный будет чуть-чуть отличаться. Но смысл, в принципе, одна и та же, переводы чуть разные, поэтому будь внимательным. Итак, Матфея, 6 глава, 24 стих. Здесь Иисус говорит следующее. Никто не может служить двум господам. Он или одному будет ненавидеть, а другого любить, или же одному будет предан, а другим станет пренебрегать. Вы не можете одновременно служить и Богу, и богатству. Аминь. Здесь Иисус прям реально радикально что-то говорит. Он обращается ко всем и говорит. Есть две пути, или два способа, что ты будешь делать и кому будешь служить. Либо ты будешь служить Богу, либо ты будешь служить богатству. И здесь не написано о том, что ты можешь служить и богатству, и Богу. И не написано о том, что ты можешь служить и Богу, и богатству. И Он прям кардинально просто говорит, либо так, либо по-другому не может быть. Но я хочу чуть-чуть вам так окунуть в прошлое того времени, что же происходило, потому что на самом-то деле Иисус говорил еще жестче вещи именно здесь, если посмотреть в оригинальный перевод. Давайте я хочу вам чуть-чуть так рассказать, что там происходило. В античное время это происходило, времена, когда были рабы. Слава Богу, сейчас нет рабства, правда? Но у людей, которые тогда жили, было понимание, кто такие рабы и что они делают. И Иисус, обращаясь и говоря эту фразу, он употребляет несколько интересных слов. Здесь он в оригинале, это слово о том, чтобы служить господам, он говорит следующее, в этом слове указано слово доу-лейн. Доу-лейн, это от слова доулус, это означает раб. Он говорит раб. И второе слово, которое он использует, когда говорит, что ты не можешь служить двум господам, это второе слово, это кириус. Кириус, это слово, значение, абсолютная принадлежность. Другими словами, если перефразировать или сказать, как в оригинале звучала эта фраза, Иисус сказал так. Никто не может быть рабом двух хозяев. И он обращается и говорит, не то, что ты можешь где-то служить Богу и служить, или зарабатывать деньги, или предать себя богатству. Он говорит, ты не можешь быть рабом. Представляете, он обращается к нам и говорит, ты не можешь быть рабом двух господ. Ты не можешь служить, ты не можешь принадлежать, либо ты одному принадлежишь, либо другому. И это чуть-чуть даже жестче, чем просто иметь господина в своей жизни. А быть рабом. Давайте посмотрим, что интересно. Две вещи того положения рабов, которые жили в то время. Первое, что было у рабов того времени, они считались не как за человека, они считались как вещью. То есть у хозяина была возможность сделать со своим рабом что угодно. Он мог его убить, он мог его продать, он мог, в общем, абсолютно использовать так же, как и вещи. Ну, например, у тебя одежда, например, износилась, ты раз выкинул и все. И такое же отношение было рабам того времени. И второе значение, какое было у рабов того времени, что каждое мгновение их жизни, каждая секунда, каждая минута принадлежала его господину. То есть раб не мог сказать так, ну, я что-то пойду отдохну. То есть если хозяин бы не разрешил, он бы ничего не мог из-за этого сделать. Мы с вами, слава Богу, живем в свободное время, правда? Так раз мы сегодня же свободно пришли сюда, так и раз закончилось, ушли. Но в того времени тогда были рабы, которые не им принадлежали себе. То есть они делали абсолютно все, что скажет. Они были зависимы на все сто процентов. И Иисус говорит, ты не можешь быть рабом и Господу, и богатству. Что еще интересно, что Бог, если мы говорим о том, что Иисус, обращаясь к нам, Он говорит, ты не можешь быть либо рабом Бога, либо богатству. Он к нам обращается, мы же хотим быть рабом Бога, правда? И тогда он говорит следующее, говорит, Бог должен быть неоспоримым господином нашей жизни. Мы никогда не должны задаваться вопросом, что я хочу сделать, а должны всегда спрашивать, что хочет Бог, чтобы я сделал. То есть если я считаю, что я служу Господу, то Иисус бросает нам по-настоящему вызовом, говорит, теперь, если ты считаешь, что ты служишь Господу, то ты не должен спрашивать, что ты хочешь. То есть ты должен, по сути, спрашивать, что Господь хочет из твоей жизни, что Он хочет, чтобы ты сделал. Я так часто замечаю в наше время, особенно, когда молодежь думает, что я хочу сделать. Я хочу сделать это или хочу сделать это? Я хочу вот это или вот хочу это? И у нас сегодня так много свободы, и мы постоянно гонимся за тем, что мы хотим сделать. Иногда просто забывая самый главный вопрос, который мы сами себе должны задать, что хочет от меня Господь. Поэтому мы в погоне за своим счастьем того, чтобы восполнить свои желания, восполнить свои амбиции или еще какие-то вещи. Мы просто прыгаем, разные вещи делаем для того, чтобы получить то, что так сильно хочется, при этом забывая, а что же от меня хочет Бог по-настоящему. И поэтому Иисус здесь обращается и говорит, ты кому служишь? Ты кому служишь? Твои желания-то только твои, или там есть Господь хотя бы чуть-чуть в твоей жизни? Мы не можем иногда сказать, я сделаю все, что Бог хочет от меня, а в другой раз я сделаю, как я хочу. Так не бывает. У христианина нет времени, когда он свободный. Аминь? Чтобы быть христианином, нет такого времени, когда он может ослабить свои христианские принципы. Мы не можем сказать, ну я вот сегодня так могу делать, а завтра по-другому буду поступать. Ну я же свободный. Но если я принадлежу Господу, значит я не свободный, я всегда принадлежу Ему. Независимость от того, где я нахожусь. Если я в церкви, или если я на улице, на работе, на учебе, я всегда христианин, и я всегда принадлежу Господу. Но мы иногда с вами забываем, и просто приходим, попадаем в какую-то атмосферу среди каких-то ребят, и начинаем жить как хотим вообще. Забывая о том, что мы однажды обещали следовать за Христом. Поэтому Иисус прямо здесь, в этом стихе бросает нам вызов, говорит, ты уже определись, кому ты принадлежишь. Ты принадлежишь богатству этому миру? Когда мы говорим богатство, я не имею в виду только деньги, а славу, которую этот мир дает, признательность, признание и всего такого. И мы иногда прыгаем туда, забывая о том, что Господь же не так хочет в нашей жизни. Он же не хочет, чтобы мы делали то, что мы делаем. И вот у нас начинается игра. Вроде мы верующие христиане с Господом, но и вроде бы и с миром таким дружим. Поэтому Иисус здесь вот такую, вот знаете, поднимает черту и сравнивает богатство и Бога почти наравне. Говорит, ты не можешь, ты уже определись, что ты хочешь. И Он говорит, не можешь служить двум господам. Аминь. Я хочу сегодня, молодежь, обратиться ко всем вам и сказать каждому из вас, что ты призван служить Богу. Ты призван служить Богу. И нет такого, что кто-то призван, а кто-то не призван. Каждый человек, который однажды принял решение следовать за Христом, у тебя прямо сразу же пришло призвание в твоей жизни служить Ему. Со всеми своими дарами, талантами, кто ты есть, со всеми призваниями, со всеми успехами, которые ты можешь приобрести в этом мире. Все, что в твоей жизни есть, должно служить Богу. Либо она служит Господу, либо служит твоим желанием или желанием этого мира для того, чтобы восполнить свои внутренние потребства или, может быть, поднять свою гордость, сказать, ну я же крутой, посмотрите, я получил признание от этого мира. Я сказал, что пробовать будет радикально. Хорошо. Давайте чуть-чуть разберемся. И говорим о том, что служить Богу, да? Хорошо. Если я принимаю решение служить Господом, здесь чуть-чуть понятно, как бы что надо делать. Ну, например, чтобы служить Богу, надо быть посвященным Ему. Аминь? То есть я посвящен Ему, я только для Него, для меня важно, что Он думает обо мне и так далее. Второе, как я могу служить Богу, это сделать то, что Он говорит. Я читаю Библию, и Библия говорит, что я должен быть добродетелем, я должен любить людей вокруг себя, я должен любить Бога и поклоняться Ему. Я читаю Слово, и Слово, и исполняю Слово, не просто читаю, а исполняю, это мое служение Богу. Третий способ, как мы можем служить Богу, это отдавать себя, свои дары, таланты, свое время Ему, как мы здесь сейчас читали. Если я, все, что у меня есть, я отдаю Господу, то тогда я таким образом служу Богу. А теперь давайте посмотрим, что значит служить богатству. Здесь чуть-чуть непонятно. Первое, как мы служим богатству, мы тоже можем себе задать такой вопрос, а насколько я посвящен тому, чтобы приобрести богатство? Мы такие, знаете, я вижу иногда ребят, которые так сильно работают, что пропускают воскресное собрание. И тут я понимаю, что наше посвящение, богатство, для того, чтобы приобрести что-то, оно иногда выше, чем служение Богу, или чем посвящение Богу, как мы говорили, как мы можем служить Ему. Я верю, дорогие мои, что мы, как христиане, мы никогда не должны пропускать воскресное собрание. Где бы мы ни были, чем бы мы ни занимались, мы всегда должны прийти к Богу и отдавать Ему этот день. Господь сказал, соблюдай субботу. И знаете, что люди иногда думают, что если они 7 дней будут работать, то они гораздо больше заработают. Хотя Библия говорит, что надо работать 6 дней. Я вам скажу, люди, которые 6 дней работают и один день отдыхают, зарабатывают больше, чем люди, которые 7 дней работают. Почему? Потому что исполняющий Слово Божие будет благословен. И не важно, что говорит этот мир. И не важно, какие правила или какие там финансовые тренинги или что бы там они бы ни проходили. Хотя все, кто учат, они все равно возвращаются к Библии, потому что Библия истина. И мы с вами должны исполнять Слово Божие. Второе, как мы служим богатству, что мы готовы делать ради них. Я иногда вижу, даже среди христиан, мы делаем разные вещи, можно сказать, про трэш-контент, да? Здесь много. Люди, которые готовы делать что угодно ради того, чтобы получить эту славу. И не важно, что это противоречит Божьему Слову. И не важно, что Богу это не нравится. Мы все равно хотим это делать. И мы опять переставляем свои приоритеты. Вместо того, чтобы отдавать Богу, исполнять Его Слово, мы отдаемся тому, чтобы делать что-то ради того, чтобы что-то получить. Как бы убирая Слово Божие на второй план. И вот в такие моменты понятно, за какую команду мы с вами играем. третий способ, как мы служим богатству, это то, что мы отдаем, чтобы получить. Я видел многих молодых ребят, которые в церкви получали свои дары, таланты. В будущем они использовали это в миру для того, чтобы пиарить мирские вещи. Сейчас надо быть аккуратным. Скажите, а что, так нельзя, что ли, все дары, таланты в церкви должны быть? Нет, я не об этом говорю. Но я говорю о том, что люди, забывая о том, кто им дал эти дары и таланты, где они это получили, как приобрели, в конечном итоге используют только для своей славы, забывая о Бога, забывая о том, кто на самом деле им это дал. Вы должны понимать, что все, что у нас есть, это благодаря тому, что Господь пожелал, чтобы у нас это было. Поэтому то, что у нас есть, мы должны приносить Богу, отдавать Ему так же. Я, конечно же, не имею против, если ты развивался, что-то делал даже внутри церкви и чему-то научился, ты должен использовать это в миру. Сто процентов. Но опять же, не забывая, для кого ты это делаешь. Для кого ты это делаешь. Мы не сможем дать приоритетность и одному, и другому. Нам нужно понимать, что вся наша жизнь принадлежит Богу. По-другому не может быть. Аминь. Вот, например, будет выгодное дело предложить себе, например, в следующее воскресенье сделать одну работу за 50 тысяч рублей. Но есть одно условие. В церковь придется пропустить в этот день. Что мы сделаем? Я думаю, что некоторые из нас уже засомневались. Такие, ну кто зарабатывает 50 тысяч, ну что, я пойду в церковь, конечно. Давайте ставки поднимем. Ну 100 тысяч рублей за одно воскресенье. 200 тысяч. Кто готов оставить воскресное собрание, если ты получишь полмиллиона рублей за одно воскресенье? Итак, я могу ставки поднимать как поле чудес. Но сегодня этого не буду делать. Я рад, что вы не посмеялись. Значит, вы новое поколение, которое не знает, что такое поле чудес, да? Я могу ставки поднимать, но ключевой вопрос, который хочу задать тебе, сколько стоит твоя вера? За сколько денег можно купить твою веру? Ты скажешь, что моя вера не продается, но зачастую наши поступки показывают, что наша вера продается. И мы готовы поменять свои приоритеты ради того, чтобы что-то получить. Хочу рассказать одну историю, которая случилась со мной. Я бы не знал бы эту историю, если бы этот человек мне не позвонил. Однажды я еду в машине, мне звонит один бизнесмен из нашей церкви. И он говорит, Армен, я хочу с тобой поговорить и хочу тебе рассказать одну историю. Я говорю, что случилось? Он говорит, помнишь, давным-давно ты ко мне подошел и сказал, у меня есть какой-то бизнес, я ищу инвесторов. Я говорю, честно говоря, не помню. Ну, так вот, ты тогда сказал, что у тебя есть какой-то бизнес-план и назначил встречу со мной, чтобы мы встретились и ты мне объяснил, чтобы я инвестировал в это дело какие-то финансы. Я такой, ну и чем закончилась история? Говорит, ну с тем, что ты назначил встречу и за час до встречи сказал, что ты не придешь. И я, говорит, тогда так обиделся на тебя. Я подумал, что я с тобой никогда не буду иметь никакое дело. Потому что, если ты назначил встречу инвестору и не пришел, значит, ты не серьезный человек. Я сказал, а почему я не пришел? Он сказал, потому что ты сказал, что в церкви какое-то дело появилось, тебе надо ехать в церковь. И говорит, сейчас я хочу у тебя попросить прощения. Говорю, за что? Он говорит, потому что я плохо думал о тебе. Я думал, что ты не серьезный человек. Но сейчас, когда я увидел, что ты стал пастором, я понял, что для тебя важнее было служить Господу, чем заниматься бизнесом. И в тот момент для меня самому было откровение. Я проанализировал всю свою жизнь и я понял, что я зачастую отказывался от многих благ этого мира для того, чтобы служить Богу. И вот, когда у тебя будет выбор, дорогой мой друг, получить что-то или служить Господу, что ты выберешь? И Иисус прямо здесь обращается и нам говорит, ты не можешь служить и тому, и другому. Я, конечно, хочу успокоить вас и говорить о том, что это не означает, что вы теперь все бросили и пошли в церковь. Мы сейчас выпрямим все в конце. Но я о том говорю, о том, что когда есть выбор, что ты выбираешь, кому твоя жизнь принадлежит, кому ты служишь. 25 стих. Кстати, это был только первый стих, который мы с вами прочитали. Как говорят американские проповедники, это всего лишь, пока первый стих, 7 минут прошло. Так много поговорили. Итак, 25 стих. Поэтому я говорю вам, не тревожьтесь о своей жизни, что вам есть или пить, или о своем теле, во что вам одеться. Разве жизнь не важнее пищи и тело не важнее одежды? И Иисус к нам обращается и говорит, не тревожьтесь, другими словами, не бойтесь. Не бойтесь. Иногда почему мы боимся? Потому что думаем, ну если я буду служить Господу, а что со мной будет? А кто обо мне позаботится? Если я скажу в моей школе о том, что я христианин, что же со мной будет? Может, все начнут смеяться надо мной? Может, все перестанут со мной общаться? Я не знаю, какие у тебя страхи есть. В данном месте он говорит о том, что не тревожься о своей жизни. То есть, другими словами, доверяй свою жизнь Богу. Если ты примешь решение служить Богу, знай, что Господь о тебе позаботится. Почему ты не должен бояться? 26 стих. Посмотрите на птицы небесные, и они не сеют и не жнут, и не собирают в хранилище. Однако ваш небесный Отец питает их. Неужели вы менее цены, чем птицы? Вы видели птицу Макдональдса? Я не знаю, как в вашем городе, в нашем городе птицы очень наглые. Реально. Особенно, если ты сел на улицу, так вот фри достал, и они все унесли сразу же. Воришки. Некоторые, как собаки, знаешь, даже в воздухе зависают, такие, пока ты ему картоху дашь. Сталкивались с этим, не? Но я мало видел птиц, которые такие рано утром встали, короче, такие, ну все, я на работу. Такие пошли, знаете, и вечером такие пришли с работы домой, и по дороге еще в супермаркет заехали, там продукты купили. Нет. Знаете, они просыпаются, и знают, что Господь о них позаботится. Я не знаю, видели, когда они асфальт клюют, нет? Я не знаю, что они там едят, но они что-то едят реально. Ты смотришь, там ничего нет, они так... И Господь о них заботится. Реально. Ты вот прошелся, крошка выпала, это не случайно, это для кого-то там. Господь о них заботится. И поэтому Иисус говорит, посмотрите на них. Ребята, посмотрите на них. Они не работают. У них нет будильника, чтобы рано вставать на работу. Они встают и делают, что хотят в принципе. И знаете что? Господь о них заботится. Поэтому, говорит, если Господь о них заботится, то так сильно Он будет заботиться о вас, если ваша жизнь принадлежит Ему. Если вы приняли решение следовать за Христом. Если вы приняли решение, что Иисус Христос ваш Господь, Он будет о вас заботиться. Аминь. 27 стих. И кто из вас, беспокоясь, может продлить себе жизнь хотя бы на один час? Мне нравится это место в Писании. Вы когда-нибудь беспокоились? Я беспокоился. Бывают моменты, и ты начинаешь переживать. Но что интересно, что беспокойство никогда ничего не приносит хорошего. Наоборот, они забирают. Человек, который тревожится, его жизнь становится короче. Поэтому Иисус говорит, не переживай, друг мой. Он заботится о твоем здоровье, о психическом и физическом. Он говорит, не переживай, потому что, когда ты переживаешь, все равно от этого ничего не изменится. То есть, если ты переживаешь, ты делаешь себе хуже. Но почему ты не должен переживать? Почему я не должен беспокоиться? 28 стих. Зачем вам беспокоиться об одежде? Подумайте о том, как растут полевые лилии. Они не трудятся и не придут. Здесь не в смысле придут, такие пришли. В смысле вырастут, да? Слово русское придут, интересно. Или придут, я не знаю, как правильно читать. Они, в принципе, всаженные, да? Они не могут прийти. Вот. Но, говорит, посмотрите на лили. Я загуклил, короче, нашел такую картинку вам. Посмотрите, какие они красивые, правда? Они очень красивые. И Иисус говорит, посмотрите на них. Они ничего не делают. И они такие красивые. Они не переживают. Мы с вами не должны переживать о том, что Господь о нас позаботится. Потому что он позаботится. 29 стих. Он говорит следующее. Но говорю вам, что даже Соломон во всей своей величии не одевался так, как любая из них. Любая из них. Я смотрю и думаю, а как Соломон одевался-то? Вообще интересно. Но знаете, что я заметил в своей жизни? Я служу Господу уже почти 16 лет. Я заметил, что Господь обо мне сильно заботится. Каждый раз. Каждый момент в моей жизни. Бывают сложные моменты. Бывают трудные моменты. Но из-за того, что я верен Ему, из-за того, что я принадлежу Ему, я вижу, как Он заботится обо мне. Я верю, что если ты однажды в своей жизни посвятишь свою жизнь Богу, если однажды ты примешь это решение, следовать за Ним на все 100%, не чуть-чуть здесь и чуть-чуть здесь, а на все 100% будешь с Господом, то ты увидишь, как Господь будет заботиться о тебе. Аминь. Правда говорю. Знаете, что я работаю в церкви почти 3 года. В смысле того, что меня взяли на работу и все такое. Но знаете, что до этого я больше 10 лет работал в церкви бесплатно. Молодежь, ты скажешь, а что это, я что бесплатно должен сделать? Не бесплатно, но для Господа. Все, что ты делаешь, ты делаешь для Господа. И поэтому важно, когда ты можешь посвятить свою жизнь всегда, независимости ни от чего. Наша жизнь принадлежит либо Богу, либо принадлежит этому миру или богатству тому, которое мы хотим приобрести. Я так вижу много любви от Господа в моей жизни. Ну, например, расскажу. Вот все, что во мне... Нет. Все, что на мне... Это русский язык опять, да? Мне подарили друзья. Правда говорю. Вот эту футболку мне подарили подростки из нашей церкви. Да? Бейсболку и штаны и кроссовки меня из пастора Алексея привез из Америки. И вообще такой пастор, знаете, вот добрый. Только носки и кое-что я сам купил, короче. Вот. Кольцо мне жена подарила. Вот. Ну, в бракосочетании, поймете потом. Вот. Это кольцо я сам купил, потому что однажды заключил завет с Богом, что я буду Ему служить. И это кольцо я уже не снимаю почти 15 лет, потому что я служу Господу. Я принял решение следовать за Ним до конца. И часы, которые у меня есть в руках, тоже один брат подарил. И я такой... И когда я смотрю на свои жизни, правда иногда, я не к тому, что я такой хожу и везде там ищу что-то. Нет, я не об этом говорю. Но я вижу, как Господь заботится обо мне. Потому что если ты однажды примешь решение строить дом для Господа, знай, что Бог построит твой дом. Сто процентов говорю. Если ты примешь решение следовать за Богом, служить Ему, то ты будешь видеть, как Господь совершает в твоей жизни много чудес. Кстати, айпад, который проповедует, тоже пастор Алексей подарил. В общем, дружите с пастором Алексеем. Вот что скажу. Спросите, есть что-то для меня тоже? Хорошо. 29 стих. Но говорю вам, что даже Соломон во всем своей величии не одевался так, как любая из них. Но если Бог так одевает полевую траву, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, то не оденет ли он и вас? Страшное слово дальше написано. Маловеры. То есть один из причинов, почему мы не можем посвятить свою жизнь сто процентов Господу, потому что есть неверие, что Господь может обо мне позаботиться. Иногда мы так сильно берем свою жизнь, свои руки и говорим, если я этого не сделал, вместо него никто не сделает. Я тебе так скажу. Ты проснулся только потому, что Господь захотел. И вся твоя жизнь принадлежит Богу. Хочешь ты этого даже или нет? Его в руках. Каждое сердце. Но вопрос в том, хочешь ли ты, он никогда тебя не заставит. Он никогда не пойдет против твоей воли, но он даст тебе возможность выбирать. Что ты выбираешь сегодня? Ты боишься? Реально боишься? Боишься, что если ты будешь служить Господу, то ты будешь ненужным этому миру? Я так скажу. Если ты будешь служить Богу, ты будешь очень нужен этому миру. Даже если этот мир не будет понимать, что ты им нужен. Твоя жизнь очень особенная. Поэтому моя пропасть сегодня о том, что каждый призван служить Богу. Я хочу, чтобы когда вы уйдете из этой конференции, вы не просто вернулись в свои города жить просто своей жизнью, которой жили, но пришли и начали посвящать свою жизнь Богу в вашем городе. Пришли и сказали пастору, команде своей, сказали, мы должны приобрести этот город для Господа. Поэтому пастор, лидер, служитель, все мои дары, таланты, которые есть, я буду отдавать церковь. Я буду отдавать Богу для того, чтобы служить Ему. Не бойся. И нам нужна вера. Молись. Иногда сложно верить, правда. Иногда ты думаешь, как это будет? Как это будет, если я все время буду служить Богу, а как это в моей жизни будет? Вот здесь нужно верить в Бога. Нам нужно верить и доверять свою жизнь Ему. Аминь. Поэтому слово «маловера» — это не к нам надеюсь. Может, вся наша беспокойство в том, что реально... Потому что мы не верим в Бога. Мы не верим, что Он есть. Что Он может реально позаботиться о нас. Мы очень думаем о том, насколько мы сильны, насколько что мы способны сделать. Но я верю, что мы с вами должны доверять нашему Богу. Когда мы доверяем, в этом проявляем нашу веру. Я не знаю, как это случится. Я не знаю, как произойдет. Но я знаю, что Господь позаботится обо мне. Сто процентов. Я не помню, как проповедника звали, который летел в Африку служить Господу. И все отговаривали ему и говорили, не уезжай туда, ты от голода умрешь. И тогда он сказал так. Если я пойду служить Господу в Африку и от голода умру, на моем гробном камне напишите. Этот человек посвятил всю свою жизнь Господу и умер голодной смертью. Такого не произошло. Если ты будешь служить Господу, то знай, что Господь будет служить тебе. Сто процентов говорю. Поэтому нам нужно веро сказать, Господи, я реально хочу посвятить свою жизнь тебе. Я не хочу только своими вещами заниматься. Я не хочу продвигать себя вперед. Ты скажешь, что мне надо бросить свою работу, учебу и все такое, и всю свою жизнь отдать Господу. Я не об этом говорю. Я говорю о том, что даже в том работе, в котором ты работаешь, ты туда должен идти ради Господа. Даже тот успех, который ты должен достичь этого мира. Я не знаю, с кем ты станешь. Ты, может, станешь президентом, можешь стать депутатом, может быть, станешь бизнесменом, певцом, не знаю, врачом. Кем бы ты ни станешь. Суть не в том, что кем ты станешь, кем ты должен стать, а в суть в том, что где бы ты ни будешь, будешь ты служить этим Господу или нет. В каждом месте нужны христиане, чтобы они проявляли Господа на этой земле. Поэтому суть не в том, что ты должен прийти в церковь и закрыться там. Я не об этом говорю. Я говорю о том, чтобы куда бы ты ни идешь, может, я не знаю, какое у тебя призвание, но думаешь ли о том, что когда я стану этим человеком, я буду этим служить Богу. Я пошел в эту школу, я пошел в этот университет, чтобы поступить и стать кем-то, но не ради своей славы, но ради того, чтобы там сказать, что есть Иисус и Спаситель для каждого. Чтобы привести Бога и Его любовь к каждому человеку. Вот о чем я говорю. Я хочу стать популярным в ТикТоке ради того, чтобы все меня признали, или чтобы потом сказать, знаете что, есть Христос, который каждого из вас любит. И в ТикТоке мы знаем, что пишут, да? Нет Бога, нет Бога. Ничего страшного. Нам нужно быть смелыми и посвященными нашему Господу. 31 стих. Поэтому не тревожьтесь. Иисус опять обращается и говорит, не тревожьтесь, потому что я о вас забочусь. И не спрашивайте, что нам есть, или что нам пить, или во что одеться. Он объяснил. Он сказал, вот, не переживай, я о тебе позабочусь, что тебе есть, что пить, где спать, и все такое. Не переживай. 32 стих. Ведь язычники только обо всем этом и думают. Но ваш Небесный Отец знает, что вы нуждаетесь во всем этом. И Он опять говорит, посмотрите на язычников, они только об этом и думают. Если посмотреть сегодня на этот мир, они только об этом и думают. Как нажиться, как получить, как прославиться, как перейти. И неважно, через какие способы, через головы, через можно или через нельзя. Ты сегодня открываешь YouTube и просто твои уши вянут. Ты думаешь, вы нормальные, как вы можете такие вещи говорить вообще? И мы, как христиане, иногда такие смеемся, думаем, да, да, прикольно. А что прикольно в это? Что мы так же должны поступить, что ли? Это они ищут всего этого. Но мы иногда сами становимся, как они, начинаем искать какие-то вещи, которые нам не нужны. Не к этому нас Господь призвал. Поэтому Иисус обращается к нам очень радикально. Они говорят, они только этого и ищут. Нам не нужно это искать, потому что мы знаем, что Господь о нас позаботится. Прежде всего, 33 стих, ищите Царство Божие и Его праведности, и это все вам тоже будет дано. Прежде всего, в самом начале того, что ты делаешь, куда ты не идешь, куда бы ты не поступаешь, кем бы ты не хочешь стать, в этом ищи Царство Бога, ищи Его воли, что Он хочет. У меня есть сестра, ее зовут Лариса. Когда она покаялась и начала ходить в церковь, сначала муж запрещал ходить в церковь. Через какое-то время муж начал отпускать в церковь, но с одним условием, что он ей не даст ни одного рубля. По одной простой причине, чтобы она не жертвовала деньги в церковь. А на каждое воскресенье приходила в церковь, и каждый раз, когда ведерки проходили мимо, она чувствовала, почему я не могу это сделать? Почему я не могу жертвовать моему Господу? Я Его же так сильно люблю. И она каждый раз чувствовала себя плохо от того, что не могла жертвовать, хотя любила Бога и хотела что-то сделать для Него. И тогда она молилась, она сказала, Господи, что я могу сделать? И у нее пришла идея начать бизнес. И знаете что? Она начала бизнес только по одной простой причине, чтобы по воскресеньям, когда будет приходить церковь, было что-то, чтобы пожертвовать Богу. Я когда думаю об этом, думаю, Лариса, как ты вообще такое могла? Ну, то есть, как-то в голове сейчас, сегодня трудно представить такое. И она служит Господу до сих пор. У нее четверо детей. Она лидер молитвенного служения в нашей церкви до сих пор. Она бизнесмен. У нее есть все. У нее есть и машина, и дом в нескольких странах. И когда я думаю об этом, я думаю, этот человек, который стал таким, не потому что так искал себе, а потому что хотел что-то сделать для Господа. И из-за того, что она посвятила свою жизнь Господу, Господь так сильно ее расширила. Вот о чем я хочу сегодня сказать. Если мы прежде всего ищем Царство Божие, то мы знаем, что Он даст нам все остальное. Аминь. Давайте встанем. 34 стих. Поэтому не тревожьтесь о завтрашнем дне. Завтрашний день сам побеспокоится о себе. Для каждого дня достаточно своих тревог. И здесь мы видим, как Иисус постоянно говорит опять не тревожьтесь, не бойтесь. Дорогие мои, не бойтесь. Не бойтесь служить Богу. Не бойтесь посвящать свою жизнь Ему. Не бойтесь. Еще раз вам говорю, не бойтесь. Веруйте. Будьте твердым в вере. Зная, что если вы служите Богу, если ваш приоритет, и если вы в первую очередь ищите Его Царство, Его воли, то знайте, что все остальное того, что ищет этот мир, оно вам просто даст Господь. Потому что Он знает о том, что вам нужно. Он знает и заботится о вас. Поэтому не тревожься, не бойся. И Он четыре раза в этом месте говорит, не тревожься, не переживай. Беспокойство, это никчемно, бесполезно и не приносит настоящего, и приносит настоящий вред. Беспокойство не может оказать никакое влияние ни на прошлое, ни на будущее. Мы должны доверить свою жизнь о том, что будет в моем будущем, если я пойду с Господом. Мы не знаем, что будет, но я сто процентов доверяю Ему. Что бы ни было, я знаю, будет хорошо. Как бы ни закончилась моя жизнь, я знаю, что будет хорошо, потому что в конечном итоге я буду с Господом. Это самое лучшее, что может быть в жизни. Не беспокойся о своем прошлом, потому что ты там мало чего можешь изменить. У тебя есть день сегодня, чтобы принять решение, что ты будешь делать дальше. Беспокойство ослепляет. Мы иногда так переживаем, что мы просто не видим истину. Мы иногда вот в гонке всего этого выбираем не то, что правильно, а то, что хочется. Мы не видим эти вещи, потому что сильно переживаем о своем будущем. Беспокойство по сути своей является неверием. Если мы так сильно переживаем, значит, мы не доверяем Богу, что Он может позаботиться о нас, что Он может помочь нам. Иисус в 12 главе Матфея, 30 стихе, говорит следующее. Он говорит, кто не со мной, тот против Меня, и кто не собирает со мной, тот растрачивает. Итак, мой вопрос к себе сегодня. Ты с кем? Хочешь ли ты быть в команде Иисуса, который собирает? Или в команде этого мира, который прославляет себя? Куда ты идешь? Ты идешь туда, потому что хочешь свои амбиции показать, доказать кому-то, родителям, друзьям или всем остальным, или ты идешь туда, потому что ты веришь, что там нужен Христос? Ты хочешь стать тем, кем ты хочешь стать. Для чего? Для того, чтобы исполнить волю Отца или для того, чтобы просто утешиться тем, что ты это сделал? Библия говорит, прежде всего, ищи Царство Его. Я верю, что мы с вами, как христиане, на 100% должны принадлежать Богу. На все 100%. Не бывает либо так, либо так. Не бывает по-другому. Ты либо со Христом собираешь, либо растрачиваешь. Поэтому сегодня мое слово опять к тебе. И хочу тебе сказать, что ты призван служить Богу. Твоя жизнь в руках Господа. Твои таланты должны служить Господу, где бы ты ни будешь. Ты всегда помни о том, что ты здесь для того, что ты сделаешь для Него. Для того, чтобы исполнить Его волю на этой земле. Аминь. Давайте закроем наши глаза, коротко помолимся. Аллилуйя. Господь, я прошу тебя за каждого, кто здесь и кто смотрит через онлайн-трансляцию. Я молюсь, Господь, за каждое призвание, за каждую жизнь. Я прошу тебя, Господь, чтобы ты показал им на этой конференции сейчас, Господь, что ты приготовил для них. Я молюсь, Господь, чтобы их сердца, Господь, сегодня были ожиданием услышать от тебя радикальное слово в их жизни. Что они должны сделать? Может быть, они признаны что-то оставить сейчас и следовать за тобой. Может быть, наоборот, они должны укрепиться для того, чтобы это совершить для тебя, Иисус. Я молюсь, чтобы этот мир не украл наши дары, таланты, наше призвание, но все, что у нас есть, служило тебе. Если ты тот человек, думаешь, да, я хочу, чтобы вся моя жизнь принадлежала Богу и служила ему, подними свою руку. Господь, я молюсь за каждого во имя Иисуса Христа, за каждое сердце, за каждое желание, Господь. Я молюсь, чтобы все, что у нас есть, Господь, то, что ты дал нам, оно пришло обратно к тебе, Господь, чтобы мы могли это использовать для твоей славы. Помоги нам иметь веру, Господь, в тебя, что ты о нас позаботишься и поможешь нам, Господь. И что мы не будем переживать о нашем будущем, знаем, что наше будущее это ты и в твоих руках, Господь. Знаем, что ты будешь помогать каждому из нас. Мы благословляем друг друга и мы посвящаем наши жизни тебе, Господь. И говорим от сегодняшнего дня до конца нашей жизни все, что у нас есть, Господь, для тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте прославим Его.